Вокруг благотворительных фондов существует множество слухов. Эти слухи отпугивают людей от участия в акциях помощи, зачастую при этом не имея под собой почвы. К примеру, благотворительная общественная организация Киарас была учреждена в апреле 2015 года. Ее основная направленность – помощь многодетным семьям нашей страны. Несмотря на то, что со стороны общества к организации есть доверие, уважение и деятельность ее очень ценится, сложились стереотипы. В последнее время именно вокруг данной организации много разговоров о том, что Киарас своей деятельностью, а именно раздавая еду и подарки малоимущим, выращивают иждивенцев государства. В новом выпуске программы «Грани» я постараюсь разобраться в этом вопросе и сделать выводы о правдивости мифов, сложившихся вокруг Киараза. Моя личная цель – это постараться развеять стереотипы, которые сегодня существуют о Киаразе. Это стереотипы о том, что мы помогаем только малоимущим или же только многодетным семьям. Это неправильное мнение людей о том, что мы не помогаем больным детям или же детям-инвалидам. Это стереотип о том, что мы только раздаем одежду, выдаем продукты или же дарим детям подарки. Это неправильное мнение о том, что наши подопечные в большинстве случаев – это лентяи, иждивенцы, которые ничего абсолютно не делают со своей жизнью и сидят и ждут, когда им кто-то что-то даст. Каждый из нас хоть раз в поисках мотивации искали рассказы известных людей об их успехе. Да, такие истории очень вдохновляют, но существуют и другие. Это истории обычных людей, которые вы, возможно, никогда не слышали, но которые от этого впечатляют не меньше. В этом смысле показательная история одной местной многодетной мамы, начавшей бизнес с нуля, с поддержкой организации Киараз. Знакомьтесь, Кристина Чкотова, молодая девушка – мать-одиночка. Своим личным примером она культивирует в детях, а их четверо – стремление к труду и позитивному мышлению. С инкубатором я ознакомилась года три тому назад. У нас была дома свой, но она как бы не подчинялась, мне тяжело было. А у меня с курами, с цыплятами, как бы с детства, я не знаю, тяга, привязанность к этому, ко всему. Я очень сильно хотела этого, у меня как бы получалась она, но я не знала, как. Потом были в момент у меня жизненные трудности, когда дети еще маленькие были. Я как бы обратилась в фонду Кираз. Вот, они первые спросили, какую помощь вам оказать. Ну, тогда я медициной внуждалась, они мне помогли с медициной. После этого поступили вопросы, предложения, как, что, ну, как детям, что, какой помощи им надо. Ну, у меня первое, что мысли пришло, они предлагали холодильник, там, стиральную, что там. У меня просто мечта была, инкубатор, хотя они даже удивились, может быть. Но я даже не знала это, по этой функции я никогда как бы не знакома была, не знала, как управляться. Первое время читала по инструкции, ну, первый вылуп, так уж удачно получилось, но после этого я не сдалась. Покупала яички все время. Ну, вот, тем не менее, получилось у нас, слава богу, все хорошо. Уже второй год, я не знаю, у меня большие успехи к этому. Я откладывала на эти деньги, благодаря этому я приобрела окна, двери, много чего, можно сказать, накопила. У меня на сегодняшний день есть клиенты, которые заказывают, как бы, и мне легче суточные продавать, чем держать. Как бы тяжело, их надо за ними ухаживать и корм покупать. У меня это все не получается, и я за это, как бы, суточные сразу как влупляются. Через неделю я их уже продаю, штука по 50 рублей. На сегодняшний день наш хлеб только выдал. Я говорила ранее о том, что есть стереотип о том, что наши подопечные, они ежедневенцы и лентяи. На самом деле это, опять повторюсь, не так. И пример тому семья Кристины Чкотова. Конечно, есть люди, с которыми бесполезно, наверное, бороться, но их очень мало. Но пример Кристины Чкотова говорит о том, что сегодня я раз на правильном пути. Когда девушка, молодая девушка с малолетними даже детьми позвонила и попросила инкубатор, в принципе, мы не раздавали инкубатор, у нас не было выдачи саженцев или еще каких-то культур. Она просто позвонила и попросила. И мы коллективно подумали, что мы ей выдадим его, но мы не уверены в том, что у нее получится, потому что, опять-таки, у нее много домашних забот, она молода, и, в принципе, молодым это неинтересно. Прошел определенный период времени, и нам позвонили, она позвонила с благодарностью. Это был просто всплеск эмоций с нашей стороны, потому что мы просто не ожидали. И об этом хочется говорить, хочется рассказывать о том, что люди хватаются за соломинку, им достаточно протянуть руку помощи, достаточно какую-то мелочь для них сделать, и они готовы вытащить себя из той трясины, которая их засосала. И история об этой семье как раз пример всему тому, что я говорю. Каждая из таких семей, которая находится под крылом Киараза, прошла немало испытаний, но сохранила оптимизм и веру в светлое будущее для своих ребятишек. Эта вера заключается прежде всего в действиях, которые родители совершают, чтобы заработать лишнюю копейку и принести ее в дом. Но разве был бы у девушки такой оптимизм и вера в светлое будущее без поддержки Киараза в нужную минуту? В ту минуту, когда казалось, что выхода из сложившейся сложной ситуации нет. Помимо инкубатора у меня еще в сельскохозяйственном доме я еще корову двойной и две. Я делаю свежий сыр, продаю его, у меня заказы есть. Бывает, и даже на свадьбе заказывают заранее. На поминках говорят, сыр собираю, продаю. Это тоже основное у меня. И мне еще нравится с огородом возиться. У меня прямо слабость на это все. Я очень люблю огород. Саженицы каждый раз, то покупаю, когда получается, то на продаже помидоры, огурцы, когда как получается. Картошка у меня своя, как бы до осени всегда хватает. Я свою картошку сама как бы делаю. Но для этого всего у меня на это желание есть. Эта история также показательна. Она говорит о том, что люди сегодня понимают, что село, сельское хозяйство может им помочь в развитии. Оно может им дать возможность улучшить качество своей жизни. Не зря мы отдельным направлением взяли сельское хозяйство. Мы на протяжении четырех лет периодически передаем в наши семьи различные саженцы, семена. Буквально месяц тому назад мы выделили нашим семьям по 100 килограмм картофеля для того, чтобы они смогли его посадить и в дальнейшем, естественно, могли его продавать и какие-то свои нужды покрывать. В этом плане мы обратили внимание на то, что сегодня сельчане готовы работать с землей, они готовы жить в селе и готовы, в принципе, развивать сельское хозяйство, если у них на то будут инструменты и возможности. Чтобы отличить семьи, чей путь непрост, но честен, от социальных еждивенцев, достаточно поговорить с ними, приехать к ним домой и увидеть все своими глазами. Да, не шикуют, но дети у них веселые, чистые, опрятные. Любая помощь, будь то билет на елку или путевка в лагерь, от организации Кераз воспринимается с благодарностью и улыбкой на лице. Огромное спасибо хочу сказать фонду Кераз за то, что они не оставили меня, что они для меня сделали. Я очень благодарна. Я хотя не ожидала, что смогу так в силах, что вот так вот что у меня будет, но хочу сказать спасибо из-за того, что они прямо помогли мне, дали надежду на что-то, на будущее, на все это. К сожалению, социальные еждивения существуют, и даже об этом необходимо говорить открыто. Возможно, единственный вариант прервать цепочку социального еждивения – помочь сделать первый шаг и распределять благо по принципу «взял, неся ответственность». Организация Кераз мотивирует на учебу и работу, чтобы вырваться из рутины бедности, которая не порог. Порог прибедняться и учить этому детей, делая их осознанными иждивенцами. Нам, сотрудникам, было очень приятно то, что наши старания, то, что мы для нее сделали, она отнеслась к этому серьезно и помогает сегодня сама себе. Она не нуждается в нашей помощи, потому что Кристина после этого ни разу не обращалась к нам, даже вот касаемо лечения, медикаментов она сама себе теперь может помочь, сама может обеспечить своих детей. И это нас, конечно, радует. Проблема, с которой она сама не может справиться – это кровля дома, которая протекает. Так как в доме четверо детей, и из-за того, что крыша протекает в доме все время сырость, это влияет, конечно, на их здоровье. На сегодняшний день наша организация не может себе позволить ремонт кровли, поэтому мы надеемся на то, что появятся неравнодушные люди, которые смогут в этом помочь Кристине. Я знаю, что с крышей вопрос тяжелый будет, но хотя бы какой-нибудь ремонт. Я окон доставила, потому что ними такие щели надо, будет это все делать. Крыши, на счет крыши я заявление два раза уже поднимала, я думаю, что вот такие как бы приедут, комиссии все-таки, надеюсь, что они все-таки будут. Слава Богу, я в этом году и горячую воду провела, и успела бак купить. Это все благодаря молочной, что я продаю. Вторая история непростая, без слезы не рассказать просто невозможно. Сусана Зонтария, мать-одиночка, единственный 9-летний сын Сусаны прикован к постели. Слова врачей о том, что мальчик никогда не сможет ходить, стали для Сусаны приговором, разделивший жизнь на до и после. Но даже с таким тяжелым диагнозом сердце матери продолжает верить в чудо. Сдержать эмоции и слезы не смогли ни Сусана, ни вся съемочная группа. Ситуация очень сложная, очень сложная. Сама мама очень хорошая женщина, видно, что она заботится о ребенке. И мы всегда будем рядом с этой женщиной, готовы оказывать ей моральную помощь и финансовую. Мы ежемесячно покупаем памперсы этому ребенку, нужные медикаменты. Врачи хоть и не дают надежду, но я считаю, что мы должны помогать этой женщине и верить в лучшее. И мы будем ей помогать. И я уверена, что положительный результат все равно будет. Поэтому хотим помочь и все сделаем для того, чтобы облегчить ребенку его состояние. Если сказать о семье Зонтария Сусаны, то на самом деле ее заявление очень долго лежало в наших папках. Мы очень долго не могли произвести мониторинг этой семьи. И честно скажу, когда мы все-таки поехали и увидели, насколько этой семье тяжело, нам стало немножечко стыдно. Ну, не будем говорить о причинах, по которым мы не могли быстро отреагировать. Но сегодня мы вот насколько можем, мы прилагаем все свои усилия для того, чтобы поддержать эту семью. Ее ситуация, она нестандартная. Эта ситуация очень тяжелая. Это когда человек остался наедине со своими проблемами, у которого нет системной поддержки со стороны близких или же родственников. Мы не говорим о том, что ее нет. Но системно этой семье никто не помогает. К сожалению, наша организация тоже не может в комплексе заняться этой семьей. Но то маленькое, что мы можем сделать для них, мы им в этом не отказываем. Очень много мне помог этот фонд, потому что выделили вообще лекарства, дорогостоящие лекарства для моего сына Натальи Александровны с нервопатологом, которого она привела к моему ребенку, чтобы она посмотрела. Она сделала очень многое. Этот фонд сделал для меня многое. Вот, выделили лекарства, такие дефицитные лекарства для моего ребенка. И для меня то же самое. И мне нужна была, я как-то объяснила, сказала, что я хочу вывезти ребенка в Сочи, в Адлер. Хочу вывезти, пусть хотя бы там еще раз проверим его, проконсультируемся с врачами. Вот, мне нужна помощь, была помощь насчет того, чтобы поехать организовать машину. Этот фонд Наталья Александровна, мы вам поможем, сразу сказала, мы вам поможем. Они организовали вот выездку в Адлер, средства отдали. Вот, и выбрали таких людей, вообще благодарны, что они вот таких людей со мной отправили. Я не знаю, это такие хорошие парни, которых выбрал этот фонд. Я до сих пор говорю вообще, наверное, у них интуитивно, они узнают людей, наверное, какие они на самом деле. Они очень хорошо со мной обходились с моим ребенком. Вообще такие тихие, можно сказать, как они с моим сыном игрались, если я куда-то выходила, где что-то мне нужно было. Надо было его поднять наверх, чтобы врачей всех пройти, надо было поднимать его наверх, вниз. И везде, и повсюду они мне помогли. Так сложилось, что и 84-летняя мама Сусаны тоже прикована к постели. Когда Сусана осталась одна, наедине со всеми трудностями, и казалось, что сил уже нет, она обратилась за помощью в организацию Керас. Сейчас у ребенка есть необходимые дорогостоящие препараты, памперсы. А самое главное, Сусана теперь не одна. Керас помогает тем, чьи голоса могут быть не услышаны в общем шуме жизни. Помимо того, что у меня ребенок, у меня мать лежит больная, тоже лежачая, за двумя больными ухаживать мне очень сложно. И успевать кормить обоих тоже сложно, сами понимаете. Я даже многое чего не успеваю, честно говоря, как положено. Что касается результатов деятельности по медицинским программам, то сегодня помощь получили на бесплатной основе 329 человек. Это и дети, это и взрослые, это отдельно беременные, это консультации и сопровождение по телефону. Что касается платной медицины, это когда наша организация оплачивает анализы, оплачивает покупку медикаментов. Или же оказывает, просто оказывает помощь на выезды, для того, чтобы наши подопечные могли вылечиться за пределами нашей республики. То сегодня это цифра 279 человек. За какой период времени это? Это результаты нашей работы за 2019 год. Сегодня остро возник вопрос о том, что ребенок нуждается в реабилитации. Мы готовы ежедневно возить ребенка и привозить обратно, так как ребенок не может оставаться там, потому что он не спит ночами и не дает возможность другим детям, поэтому она за это очень переживает. Мы готовы на себя возложить такие обязанности, будем возить и привозить, лишь бы был результат и чем-то мы можем помочь ребенку. Благодарность Богу, что есть такие люди, которые работают в этих фондах. Пока есть эти люди, ты имеешь стимул жить, понимаете, вот насколько вот помощь оказывается. Если бы не было бы этого всего, наверное, мы не смогли бы вот так выживать, понимаете. Только вот эти помощи нам помогают. Есть такие фонды, есть такие детские центры, которых у нас здесь есть, надо правду сказать. Вот в Сухуме, когда я лежала с ребенком, как с моим ребенком обходились, я это никогда не забуду. Просто это такие люди, такие люди. Просто это невозможно в словах выразить. Просто моего сына, как маленького своего ребенка, понимаете. Так его кормились, так его с ним мучились. Это очень долго, вот с ним надо возиться, мучиться. Это такой большой стресс, особенно когда ты его кормишь. Это очень, потому что у него жевательный рефлекс развит очень слабый. Когда ты его кормишь, ты должен долго сидеть. Вот они так мучились с моим ребенком, да, но они это за мучением не считали. Просто мне интересно было, что настолько эти люди терпеливые, как они с ним обходились. Если честно сказать, у меня не было, как у матери, такого терпения, которое они проявляли к моему сыну. Терпение, любовь и ласку. Это детский центр. Сухуми вот здесь. Конечно, с годами Киараз отшлифовывает свою работу и пытается сделать так, чтобы работа велась более качественно и профессионально. И ни для кого не секрет и не новость, наверное, о том, что дети, которые воспитываются, растут в социально уязвимых семьях, они все равно будут, наверное, они будут немного озлоблены, может быть, и они будут пропитаны негативом, который существует вокруг них. Сегодня сотрудники Киараза, учредители Киараза и единомышленники, которые стоят рядом с нами, мы, наша основная цель, главная цель сделать так, чтобы будущее наших детей, оно было правильным, оно было здоровым, оно было светлым. И если мы не уделим внимания таким категориям граждан, то результаты могут быть очень плачевные. Мне хочется, чтобы наше общество понимало и правильно оценивало всю нашу деятельность. Милосердие – одно из важнейших качеств личности. Если бы мы не помогали друг другу, то превратились бы в бездушное анархическое общество, каждый представитель которого жил бы лишь в угоду себе. Даже небольшие добрые дела помогают менять не только мир к лучшему, но и себя. Может быть, если мы все вместе будем решать вопросы, касающиеся каждого, то когда-нибудь многие проблемы будут аннулированы. Если ты способен подать руку человеку, который перед тобой упал, то, может, ты способен помочь и другому начать жить нормальной жизнью. С вами была Рената Шакая. Редактор субтитров А.Семкин